приехал сегодня ребят на реку вот народу здесь очень сильно много не знаю где будем рыбачить перспективное место занято кое-где на реке есть промойны так что сейчас будем где-то пытаться помыкаться колесо сорожка плавать косяками давайте попробуем потрясти даже кормить не буду ни с чем и так рыбу в тьму удочка с леской 208 кивок из нержавейки самодельный и у него шарик цветоникс попробуем дорожка опять плюнула ну вот пять минут рыбалки уже из этого можно сварить уху на одного человека это кстати можно зарядить на жрицу сейчас так и сделаю и 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 Таким вот образом, все, поводок затянул и крючок вот так разместил, если за плавник Сюда цеплять, то частенько бывает шука бросает, к тому же я рыбачу, не всегда бывает, успеваешь увидеть, когда клюнет Так что пусть она его заглотит, шука, я имею в виду Вот Вот Ох Поклевки такие, еле-еле Сорожка, нормально Еще одну лунку посмотрел, там тоже сорожка, везде плавает Короче, тут сплошная плотва Хочется еще окуньков сегодня найти Вот еще один живец попал Короче, живчиков мы ловим, пойдем сейчас разжириться, раскидываем Пускай стоят, ловят, маловим, может облетит щука Будем надеяться Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что же, орлечки раскидал Сейчас можно вдоль берега, наверное, пробежаться Побурить луночки, попробовать Половить окуней Вроде как в камеру, то окунишки Ничего такого размера были Так что может быть там проклюнется Парочка таких Грамм по 150-200 Сейчас попробуем Время Субтитры сделал DimaTorzok Время Убирает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал И вですね Терри жирники простояли уже минут 40 так что буду я передвигаться в другое место и и и и и Ну что, небольшой марш-бросок закончен, наружу здесь никого, красота, все что-то сидят там вверху и посидят. Вот на одной из луночек нашел, короче, вот такой вот, то ли палки какие-то лежат, то ли что. Вода немного мутноватая, но вроде как рыбки присутствуют, причем в количестве, вот здесь еще вот такой бугорок, что ли, или что-то, какой-то навал, или камень какой-то большой лежит, непонятно. Короче, интересная лунка, вот здесь потрясу, потому что, может быть, откуда-нибудь приплывет какой-нибудь там покрупнее окунек. Ну, а тут можно потрясти будет. Вот очередная достаточно интересная лунка. Здесь приличная глубина, какие-то остатки прошлогодней травы на дне и просто засилье плотвы. Я вот думаю, а не стережет ли ее кто-нибудь? Может быть, сюда есть смысл поставить жерлицу? Вон что тут. Видите, сколько сороги. Она, как бы, не крупная, но она получается кормовая. Вот. Может, сюда окунек приходит покрупнее, пожирнее. Или щучка. Так, ну, в любом случае, эта лунка интересная. Ее стоит либо обловить, либо воткнуть жерлицу на самом деле. Вот она, очередная луночка с рельефом и присутствие рыбы. Окуньки и сорожки. Как бы в других лунках она тоже была, но здесь, обратите внимание, окунь не идет. Окунь стоит. И сорожка тоже, видите, отстаивается. Соответственно, здесь она может бабахнуть, потому что она интересуется камерой. Вот. Ну, видите, какие окуньки прикольные. Красота. А в другом месте, где был голый рельеф, то есть, ну, обычное дно, безо всяких укрытий, там и окуни, и сорожки куда-то плыли все время. А здесь она просто есть. Просто торчит здесь. И тут ее есть больше шансов поймать. Побегал я, побегал, тут побурел, везде лунки. Вот. И понял, что в этом футбольном поле надо человек 15 с шуруповертами, чтобы что-то найти по зиме. Какие-нибудь коряги, там еще какое-то скопление рыбы. Вот. Плюсом, по всему посередине тут еще идут прососы. Так что надо просто-напросто ждать, когда нормально замерзнет лед. Туда, на середину я, естественно, не полезу. Хотя там точно есть закоряженные места, где по-любому будет тусить окунь покрупнее размер. Вот. Поэтому сейчас, чтобы у меня день, скажем так, не смазался рыболовный, я пойду к своему корыту, закормлю несколько лунок и будут сидеть и трясти плотву. Вот и все. Сейчас немного корма. Затем-то чуть-чуть, чтобы она не офигела. Это на части. Лотва это бешеная. Так-то на точке окунь тухит. Вот. Сейчас. Короче, первая плотва уже пришла. Сейчас она начнет активненько лопать. Потом лопать сильнее и еще сильнее, и еще сильнее, и еще сильнее. И тут начнется вообще вакханалия плотвиная. Вот. Потом, когда она расправится с этим кормом, она все равно будет тереться на этой точке. Но уже будет поактивнее клевать на мормышку. Вот. Как-то так. Сейчас останется подсунуть мормыху. И начинает трясти. Надеюсь, что будут сорожки покрупнее, а не только такие пиписочные. Вот. Но, как бы, конечно, аквариум рыбацкий знатный. Ну, пришла вроде на точку. Сорожка покрупнее размером. Посмотрим, может, клюнет. Сейчас еще одну удочку достану. Тоже с леской 208. Только там у меня, по-моему, ядреный глаз стоит. И кивок с Сашей Зайцевой из рентгеновской пленки. То есть немножко другая игра будет. Попробуем на него. Ну и на этот тоже поклевки идут почти на каждой проводке. Мелочь. Ох, пухлевка какая была. Нифига. Окунь долбанул. Прям вниз. И окунь загнулся. Ой, шестик, конечно, загнулся. Долбанул, так долбанул. Вроде прикормил. Клюет. Какой-то окунь тут. Вот сейчас, кстати, ноябряный глаз. Это что вообще такое? Это плотва. Это плотва. Нифига какая сорока. Смотрите. 100 грамм. Это было. Думаю, я таких тут не ловил. Класс. Чесели. Поклевывает. По чуть-чуть поклевывает. Поклевочки я бы не сказал, что сильные. Но, кстати, вот плотва долбанула. Окунь тоже долбанул. Нормально. Клюнька надо отпустить мелковато. Рыба привыкает к мормышке. Перестает клевать. Поэтому я от трилунки пробурил. Чтобы ходить по ним. Не засиживаться. А то засидишься, и рыба уже воспринимает мормышку как естественное какое-то препятствие какое-то. Которое тут маячит рядом с кормом. И не воспринимает ее. Воспринимает только та рыба, которая вновь пришла. Если поклевок нету, все, и дальше пошел. Удочка с тонкой лесочкой. Поэтому приходится вываживать это аккуратно. Вот подлещика на 2,8 потягать. Такого полкилошного. Вот это да! Это кайф! Там, блин, леска скрипит. И нервы скрипят. Все скрипит. Но у меня, кстати, есть такое видосик, где я нормальных таких подлещиков ловлю на лесочку 2,0,8. Мне вообще прям понравилось тогда очень. Вот это тоже на местном ВДН я ловил. Кстати, недавно тоже вот рыбачил на лесочку 0,1. Вот, не чертика. Ну, правда, подлещики были, как бы, ну, такие, до 400 где-то граммов. Вот, но, блин, все равно приятно. Ну, на леску, пока поклевка была, он на леску травит. Как бы, ну, мелкая, конечно, мелкая потва такая. Такую нам не надо. На леску травит, как бы, и сопротивляется хорошо. Сразу и не вытащишь его. Может, леску оторвать, если сдуру тащить. Удочка с тонкой лесочкой, поэтому, как бы, приходится вываживать-то аккуратно. Вот подлещика на 2,0,8 потягать. Такого, полкилошного. Вот это, да, это кайф. Там, блин, и леска скрипит, и нервы скрипят, все скрипит. Ну, у меня, кстати, есть такой видосик, где я нормальных таких подлещиков ловлю на леску, 2,0,8. Ну, мне вообще прям понравилось тогда очень. Вот это тоже на местном ВДН я ловил. Вот, кстати, недавно тоже вот рыбачил на леску, 0,1. Вот, не чертика. Ну, правда, подлещики были, как бы, ну, такие, до 400 где-то граммов, вот, но, блин, все равно приятно. Ну, на леску. Такая поклевка была. Ну, на леску травит, как бы, вот, ну, мелкая, конечно, мелкая потва такая. Такую нам не надо. На леску травит, как бы, и сопротивляется хорошо. Сразу и не вытащишь его. Может, леску оторвать, если из дуру тащить. Смелика-то нормальный тысяч, блин, опять запустили свой тарантат. На лесу ритму это самое. Рубакам пугает и нервы портят. О, блин, на зону я 8 просто, это, с такой, с такого милика-то он же, что-то, упирается, ходит там, подбункой, кругами. Вот, все, ну, и тащит леску, что-то, крепит зенит. Сейчас, погодите, пацаны, я вот еще чуть-чуть порыбачу, и вас всех отпущу и снова сюда же. Так, ну, как же сейчас туда, хотя бы не пошутая брая. Взроет. Субтитры сделал DimaTorzok Тихо, 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 тихо Еще одна попала такая же красавица Ну чуть поменьше Прикольно Да, такое мне нравится Такую я с удовольствием была ей Такое ощущение, что она к вечеру начинает Есть усиленно Наедаться перед ночью Я, кстати, один раз уже снимал видео Про вечерний выход Сорожки Ловил там таких хороших поросят Такие сороги, криво, играм по 300, наверное Вот Ловил на Белоярском водохранилище Вечером Днем не клевало, вечером заклевало Вот Было классно Паранка-то не много, десятка два Но Рыба вся была зачетная Леска трещала, там ходуном все ходило Классный видосик Поставлю вам в конце этого ролика Подсказку до него Чтобы можно было посмотреть Еще одна На этой лунке кривот Только крупняк Смотри-ка Зачетная какая, да? Классный видосик Классный видосик Ох Вот зачет Клюнуло, блин На камеру Есть она тут нормальная Есть есть в общем ребят уже время много рыбки я поймал сегодня немного точнее как количество много по качеству так себе такие вот рыбасики взял ну сорожки такие где-то 100 110 грамм она под лунками есть ее немного но она есть она очень хитрая клюет вот эта вот мелочь а вот эти вот они покрупнее стоят и как бы за мормышкой нет нет наблюдают но не берут точнее берут но слабо поэтому как бы есть смысл я здесь наверное прийти и попытаться там вытрясти подобрать наружку все сына но я сегодня пришел сюда в два часа то есть закормился в 2 вот меня было два часа времени вот это поймал несколько штучек такие более-менее зачетных заберу завели короче мне на этом все ребят берегите себя светимся с вами следующих видосах меня на этом все всем пока